Друзья, приветствую! Это снова Мобайл Фест. Меня зовут Андрош Кусти, директор по развитию мастерской мобильных приложений Бегемот Бегемот. И сейчас я общаюсь с Ринатом Гришиным, директором по рекламе и развитию медиагруппы i10.ru. Ринат, приветствую! Привет! Я хотел бы расспросить тебя немного о том, чем сегодня является i10.ru и куда вы идете. И первый вопрос будет касаться вот чего. Складывается впечатление, что вы, кроме медиахолдинга, становитесь еще и рекламным агентством. То есть вы предлагаете разработчикам размещать информацию не только у себя на ресурсах, но и на сторонних ресурсах. Так ли это или, возможно, это ложное впечатление? Значит, смотри. Вообще i10.ru – это никакой не ресурс. Если зайти на сайт i10.ru, то там можно увидеть всего лишь информацию о том, какие площадки входят в медиагруппы, ну и, соответственно, там статистика посещения социальных сетей и так далее. Что такое вообще i10.ru? i10.ru – это медиагруппа, которая объединяет в себе сейчас, по-моему, 11 или 12 площадок, которые готовы предоставить, собственно, такой, знаешь, как сервис одного окна. Раньше для того, чтобы разработчику попасть на разные площадки, нужно было вести диалог, договариваться с каждой площадкой, там, вести какие-то оплаты, заключать договоры с разными площадками, согласовывать обзоры и так далее. То есть мы сейчас, например, я, хоть и являюсь директором по рекламе и развитию i10.ru, но при этом я еще являюсь главным редактором Apple Insider.ru, Android Insider.ru и HiNews.ru. Это наши три ресурса, вокруг которых мы как раз и решили сделать это объединение i10.ru. То есть в какой-то момент мы поняли, что продавать рекламу отдельно – это неэффективно и, более того, неудобно для того, кто эту рекламу хочет купить. А чуть позже, когда мы поняли, что три сайта – это, конечно, здорово наших, но помимо нас троих, есть еще и огромное количество сайтов, которые обладают качественным контентом, интересным, в которых отличная аудитория. И так получилось, что каждая площадка входила в нашу мини-группу со своей историей, но по большому счету это именно такое объединение. То есть мы работаем на личном контакте, у нас прекрасное отношение со всеми владельцами и редакторами и так далее, то есть со всеми сотрудниками любой из площадок, представленных в i10.ru. И поэтому мы можем сказать, что очень часто так получается, что нас i10.ru принимают за владельцев. Мы всегда говорим, что это не так, но по факту это вот такое объединение людей, которые действительно мыслят примерно одинаково в одну сторону и понимают, что они могут предложить и, собственно, что они от них хотят. Поэтому на сегодняшний день i10.ru это вот такое объединение, когда вы можете просто прийти в i10.ru, у вас будет индивидуальный менеджер, вы туда приходите и говорите, я хочу опубликовать свой обзор на таких-таких-таких площадках. Он предоставит полную информацию о посещаемости, недельной, месячной, о социальных сетях, о ютюбе. У нас, например, есть Vilsacom, самый популярный блогер, который входит, ну, IT-блогер в России, который входит в медиагруппу i10.ru, у него нет сайта. И понятно, что нельзя привести никакие цифры посещаемости, да, но у него есть видеоканал, там, под 600 тысяч у него подписчиков, там, мы можем показать количество просмотров каждого видео, оно там больше 100 тысяч. Вот такую информацию мы предоставляем, и более того, когда люди спрашивают, а какой эффект мы можем ожидать от каждой площадки, приходят и говорят, у нас есть вот такой бюджет, посоветуете. Собственно, мы за это беремся, потому что наша задача не раскрутить людей на деньги. Я понимаю, что это, может быть, там где-то пафосно звучит, мы работаем за деньги, для нас главное это деньги, естественно, для этого это все было и создано. Но наша задача предложить именно максимально эффективное продвижение приложения именно с помощью тематических СМИ. Мы прекрасно знаем, как работает этот рынок, потому что мы на нем уже много лет, и мы понимаем, что, например, там, обычное сарафанное радио между разработчиками или компаниями или пиар-агентствами, которые работают, оно работает намного эффективнее, чем любая реклама на, там, я не знаю, фейсбуке, на сайте, там, как угодно. Вот, поэтому, если к нам приходят люди, говорят, вот мы хотим обзор сделать там, 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 там и там, и вот мы готовы за это оплатить, нередка ситуация, когда мы говорим, вот для вашего приложения, вот там этого делать не нужно. То есть, если для вас это принципиально, и у вас там подписан контракт, если вы рекламное агентство, мы, конечно, это можем сделать, но эффективность по сравнению с другими вот этими тремя площадками, она будет намного ниже. То есть, там, цена за инсталл повысится или, там, еще какие-то будут несоответствия, да, с другими площадками. То есть, иногда бывает, там, люди чисто имиджево хотят разместиться на какой-то площадке, для них важен имидж, и совершенно, там, не важна, в данном случае, конверсия, важно туда попасть. В этом случае мы, конечно, без проблем это делаем, но мы всегда готовы оптимизировать расходы тех, кто к нам обращается, именно для того, чтобы они посмотрели эффективность, потому что, ведь для нас, если пришел человек и говорит, я, там, отдал в i10.ru, там, я не знаю, условно, там, полмиллиона рублей, и получил за это вот столько инсталлов, и цена за инсталл составила, там, вот столько, и при этом качество трафика такое, что мы готовы были платить в пять раз больше, а у них получилось в пять раз меньше. Вот это для нас самое важное, потому что мы абсолютно, для нас нет авторитетов. То есть к нам может прийти начинающий стартапер со своим приложением, и он получит ровно такие же цены, если придет, мы работаем там с компаниями Билайн, Мегафон, и другими, которые делают мобильные приложения, и у нас нет такого, что цены для одних одни, а для более крупных другие, нет. Мы работаем по одинаковым ценам со всеми, пытаемся максимально с оптимизировать трафик, если к нашему мнению прислушиваются. К сожалению, так бывает не всегда. Не всегда нас готовы слушать, иногда говорят, мы хотим, и все. А вы можете прогнозировать какой-то результат, ну, например, я не знаю, цена за инсталл? Можем. Более того, я скажу, что если брать, то есть любая площадка, практически любая из IDC.ru, она работает с партнерами, которые предлагают устанавливать приложение за инсталл. В общем-то, там средняя сейчас такая цена по больнице, она там полтора-два доллара, когда площадку, в принципе, интересно покрутить. Понятно, что приложения это все в основном бесплатные и зарабатывают на встроенных покупках. И там полтора-два доллара это как бы такая цена, которую используют сами площадки. Когда приходят к нам за обзорами люди, либо за продвижением, то есть понятно, там есть и баннерное продвижение, и в мобильных приложениях, и там и прочее-прочее. Есть довольно много возможных вариантов продвижения, то у нас где-то получается цена за инсталл ниже одного доллара по сумме того, что мы, собственно, предлагаем. И более того, это трафик на 146% качественный, потому что люди, которые читают обзор, они совершенно осознанно принимают решение это приложение установить. Они видят скриншоты, они видят описание, они видят личное мнение людей, которым они привыкли доверять. И более того, люди, которые приходят к нам за этими обзорами, они получают ни с чем не сравнимый фидбэк. Это люди, которые установили это приложение, они готовы общаться с разработчиками. Они оставляют комментарии. И вот этот фидбэк для андроида предусмотрена схема, когда в комментариях в магазине к приложению разработчик что-то может ответить. Для iOS такого нет. Это большая проблема, потому что получается такая односторонняя связь, когда люди что-то пишут в App Store, и разработчику он не может задать никаких дополнительных вопросов, не может ответить. То есть он может только читать. И любая тематическая площадка, она дает вот этот возможный вариант фидбэка, при том, что стоимость инсталла низка, этот инсталл очень качественный, и еще человек получает фидбэк. Здесь есть одна большая проблема, что нельзя через день размещать обзоры. То есть закупка вот подобного рода продвижения – это такая разовая акция, которая дает хороший результат, но он единоразовый. А чем он лучше мобильной рекламы? Баннерной рекламы. Ну, любой способ привлечения через мобильное устройство, либо любая трафик-генерация другая. Качеством трафика. Исключительно качеством трафика, потому что, когда мы видим баннер, здесь очень сильно конверсия зависит от креатива баннера. Если баннер сделан так, что он прям так и просит нажать, ну, там очень просто, нажми и выиграй iPhone, установи приложение и выиграй iPhone, мы получим, я думаю, что неплохую конверсию по такому баннеру, но в результате люди, которые это установят, посмотрят, они очень быстро это приложение удалят. И в нашем случае, именно когда мы продвигаем это дело обзорами, и видео, и текстами, здесь сильно зависит от приложения, чем лучше. То есть мы еще часто даем советы, когда мы, говорят, хотим видео, мы говорим, слушайте, ну, вот здесь видео не пойдет. И хотя оно дороже, и нам выгоднее продать видео, мы очень советуем, говорю, вот в вашем варианте лучше текст, видео там показывать нечего. А, ну, бывает и обратная ситуация, когда приходят какие-то разработчики там очень клевых сказок или там каких-то книжек интерактивных, и говорят, вот нам нужен текстовый обзор. Мы говорим, слушайте, ну, у вас профессиональные актеры озвучивают вашу книжку, у вас там обалденная анимация, работают над этим профессиональные художники, давайте это покажем на видео. Они говорят, у нас нет бюджета, мы говорим, бог не с бюджетом, мы вам сделаем по цене там текстовых обзоров, но это надо делать видео, потому что это надо видеть. И конверсия вот этих установок, которые приходят именно после обзора, она намного качественней, чем любая мобильная реклама, потому что человек, здесь все зависит от креатива банна. То есть он нажал, он посмотрел, максимум, что он дальше делает, это он посмотрел скриншоты, реже он читает какое-то описание, устанавливает приложение, ну, дальше, собственно, все зависит от самого приложения. То есть качество трафика выше. А вот про ценовую политику, возможно ли каким-то образом получить у вас освещение бесплатно? Да, возможно, потому что любые контентные сайты заинтересованы в контенте, да, мы делаем, производим контент. Наша задача публиковать то, что интересно читателям, для того, чтобы читатели сказали, о, я это читал вот на этом сайте, и я сюда буду заходить регулярно или установлю их в мобильное приложение. Если к нам приходит разработчик и говорит, что у него нет денег, нет бюджета на продвижение, я всегда предлагаю написать DevStory. Это такой способ подачи материала, когда сам разработчик может поделиться, собственно, тем, как он это разрабатывал. Ну, часто бывает так, что, к сожалению, разработчики присылают практически пресс-релизы и говорят, что это моя DevStory. В этом случае их заворачивают, я говорю, ну, слушайте, ну, вы просто написали джинсу и рекламу. По сути, вот это все можно сложить и написать, покупайте наших слонов, дайте ссылку, все, больше ничего не нужно. Ну, если человек приходит, у нас, например, недавно была Дистория, и таких, в принципе, историй довольно много, когда там пишут 15-17-летние парни, и они говорят, мне 15, я решил вот написать, вот я написал приложение. Я понимаю, что там еще есть над чем работать и так далее, но это человек 15 лет, это человек, который учится в школе, он учится в 10-11 классе, он написал приложение, и люди, которые это читают, они просто для того, чтобы, то есть, истории, все хотят быть успешными, и когда мы читаем историю 15-летнего парня, который вот написал приложение, его можно скачать и посмотреть, что может сделать 15-летний, а мне 17, а мне 25, что я могу сделать, и человек устанавливает, мы получаем обалденную конверсию, и здесь дальше, если действительно приложение стоящее и хорошее, то мы, ну, мы действительно, то есть, этот парень, написав просто обычную историю о том, что он сделал, он получает очень хорошие инсталлы, и при этом для таких людей, если говорить вот прям совсем молодежь, эта история не про бизнес, если говорить не про бизнес, они получают такой фидбэк, который, вот, то есть, приходят профессиональные разработчики, там, с компанией Unreal Mojo, нас читают, там, из Mad Robots, и так далее, очень много разработчиков читают, там, профильные сайты, и они дают, там, реальные комментарии. Были случаи, когда людей просто устраивали на работу, молодых ребят после школы, они поступали в институт и просто занимались удаленной работой, их приглашали. Если история про коммерческие какие-то приложения, то DevStory, она в том числе может дать какой-то первоначальный толчок, но, как я и говорил, что вот эта всеобзорная история, это такой, это только единичный такой пинок, который можно дать, а дальше его нужно поддерживать. Ну да. Еще хотел тебя спросить по поводу iPhones.ru. Вот, как мне кажется, возможно, и не прав, поправь меня, что это, наверное, одни из самых ваших сильных конкурентов. Как вы к ним относитесь, чем вы лучше или хуже? iPhones.ru нашими конкурентами не является абсолютно, и по нескольким параметрам. Еще, если бы ты меня спросил об этом год назад, я бы сказал, что iPhones.ru является конкурентом по посещаемости, по количеству уникальных посетителей в сутки. На сегодняшний день, если брать, например, только Apple Insider.ru, а это всего лишь одна, там, 12-я, да, медиагруппа i10, то суммарная посещаемость мобильных приложений под iPhone и iPad плюс сайт, она сопоставима с посещаемостью iPhones.ru. И здесь по посещаемости конкуренции нет. Если говорить про контент, я каждый раз, когда меня об этом спрашивают, я говорю, что у iPhones абсолютно неинтересный контент. Да, их все знают, но при этом они ничего не производят. Если брать наши другие площадки, в том числе Apple Insider, Android Insider, High News, это собственная студия в Москве, которая снимает собственные обзоры с профессиональным продакшеном. Это постоянный перевод книг, создание документальных фильмов. У нас там есть, например, на Apple Insider есть серия документальных фильмов, их 5. Это полнометражные, полуторачасовые документальные фильмы о руководителях компании Apple, и о Джобсе, и о Баевой, и о Вознике. Это действительно огромная работа, которая проделана. Это постоянные какие-то интервью, мы постоянно приглашаем идей. То есть можно контент переводить, а можно контент создавать. Вот если говорить об iPhones, то это чисто переводческая история. Они переводят, единственное, что они делают свое, это обзоры приложений, какие-то гаджеты, фотографируют. Сейчас они начали делать видео, но там без боли на это не посмотришь. Вот, я не к тому, что я хочу как-то очернить, да, я как бы человек довольно профессиональный, давно в этом бизнесе, и, в принципе, я совершенно адекватно отдаю себе отчет в том, что я говорю. И если я вижу, что iPhones не производит уникального контента, то я об этом, мне кажется, имею право говорить, даже если он является, по мнению некоторых, нашим конкурентом. Хотя это не так. Ну и последний вопрос у меня будет такой. Что бы ты посоветовал пиар-технологам или пиар-специалистам мобильных продуктов? Когда речь заходит именно о пиар-части продвижения приложения? Ну, мне кажется, здесь надо обладать опытом и любить свою работу. То есть надо работать с людьми. Дело в том, что вообще, вот, чем больше я в этом море варюсь, чем больше я общаюсь с людьми, я понимаю, что все построено на связях. Возможно, что эта модель немножечко ущербна, вот, но тем не менее. То есть, в принципе, если ты как человек, как личность, как пиар любой компании или любого приложения, или компании, которая делает приложение, если ты приятен, если ты можешь наладить личный контакт, у тебя получится намного больше, чем если этого контакта не будет. У нас в России так интересно построен бизнес, что за счет личных отношений тебе могут просто дать черную метку, и ты не попадешь никуда. Вот только потому, что, я не знаю, ты когда-то кому-то перешел дорогу. И дело уже не про деньги. Надо любить свою работу и, в общем-то, ну, любить людей, я не знаю. Ну, то есть, мне кажется, мне кажется так. Ну, отличный человеческий такой совет. Ренат, спасибо тебе большое за то, что ответил на мои вопросы. Друзья, спасибо, что смотрели. Напомню, что у нас в гостях был Ренат Гришин, директор по рекламе и развитию медиагруппы i10.ru. Спасибо, что смотрели.